Эйо, здарова с тобой Врумыч! Очень много вопросов в последнее время, у меня кажется, очень много видосов начинается, что очень много вопросов в последнее время, по типу А стоит ли сейчас, в 2022 году, врываться на камбэк? На камбэк ПВ-1.4.6, на камбэк ПВ-1.3.6 И вы, как знаете, я люблю делать видосы, которых я отвечаю на вопросы, и потом, когда меня спрашивают, я говорю Вот, есть видос, пожалуйста, смотри Собственно, это будет один из этих видосов, где мы поговорим, стоит ли врываться Как вы знаете, из последних новостей, здесь произошла такая история, что забанили клан Мальпорида И тут быстренько, вот чтоб вы понимали, было, можете открыть прошлый видос по подсказке, и вон там, да, где-то там подсказка появится Где я показывал противостояние В общем, на этой неделе хапанули, по-моему, вот эти вот 4, либо 5, тер, у Мальпов просто хапнули разом Почему их забанили? Потому что РМТ, ибо нефиг, ибо нефиг, но они пошли на фонлайн, РМТшить там, так что успехов в начинаниях Все дела, РМТшите, убивайте серф, молодцы, браво, молодцы, браво То, что мастерам платят кэшбэки, мастерам платят там еще что-то, я не знаю, уж не был мастером Это, конечно, такое, мы будем РМТшить, мы будем выводить в реал, и так далее РМТ, если что, это когда люди продают игровую валюту, игровые там какие-то предметы за реальные деньги Итак, еще поговорим немного, давайте начнем с самого главного вопроса Стоит ли врываться на камбэк ПВ сейчас или что? Вообще, постановка вопроса, постановка вопроса максимально типа Стоит ли врываться, чтобы что? Чтобы, ну, зачем? Что значит, стоит ли врываться или не стоит врываться? Если ты уже думаешь, стоит ли тебе врываться, тебе как минимум нужно скачать, попробовать и посмотреть Зайдет оно тебе или не зайдет? Просто какой аргумент может быть против, что не стоит врываться? Ты же не знаешь, понравится тебе, не понравится Потому что ты такой, можешь смотреть на стримах одно, а сам зайдешь, сам начнешь играть, сам начнешь качаться Будешь видеть всю эту историю сам, а не с чьих-то слов там и так далее И, в принципе, сделаешь вывод сам, потому что стоит ли врываться, вопрос довольно глупый Но давайте я вам еще попробую несколько дать аргументов, да, в пользу камбэка Который сейчас, давайте мы сейчас даже зайдем на сайт Давайте зайдем на сайт камбэк ПВ У нас здесь сервер онлайн почти 8 месяцев И здесь год и 8 месяцев Эти два сервера живут до сих пор Все новые сервера, на которые вы типа сравниваете с камбэком Все эти новые сервера, туда люди идут до первого времени пока Во-первых, они идут туда рмтшить, как вы, в принципе, поняли, да, почему вот здесь их забанили И, в принципе, и на 1.4.6 была куча кланов изначально, которые рмтшили И все они прыгают по новым сервакам, чтобы вывести бабки в реал А потом ливнуть также на новый сервер, пока не выйдет один новый сервер Давайте я, ладно, пару слов, потому что очень часто заходят темы насчет сравнения серверов и так далее Скажу, есть такие вот прекрасные сервера, да, например Как Old Remaster сейчас и Funline, да, это вот основные серверки, о которых идет речь в основном в моих там стримах То есть люди спрашивают и так далее Возьмем промежуток 2 года, не будем говорить о предыдущих там запусках Да, есть запуск предыдущий камбэк, который был неуспешен Но давайте возьмем просто вот 2 года после открытия камбэк ПВ 1.4.6 У меня есть аргументы в защиту этого сервера Еще, кстати, недавно, да, залетал на Кузи, по-моему, залетал на Твич Чтоб вы понимали, просто кретинизм людей Залетал, спрашивал, что ты ушел там на сервак, что как сервак и так далее На меня просто там чат, ну, накинулись, типа Ты, ты там подсасываешь косу, ты, бля Сидят просто ноль понимания ситуации, в принципе, да Не думают, что, ну, я как бы, если бы я хотел бы играть на других серваках Я бы играл бы вообще без каких-либо проблем Или что там, тебе там платят Ну, очевидно, что всем стримерам платят, наверное, я думаю, как вам известно И что ты, ты дефаешь тупо за то, что тебе платят и так далее Нет, это все лично моя позиция Все лично моя позиция и то же самое позиция, которую я сейчас буду доносить в этом ролике Моя позиция заключается в чем? Камбэк ПВ, да, 1.4.6 Открылся, через год они открыли 1.3.6 Какие дальше у них планы? У них дальше планы, скорее всего, в ближайшие полгода, наверное Пока точной даты никакой нет Открыть новый 1.4.6 При этом открыть его так, что старый, ну, старый 1.4.6 сохранится Скорее всего, там будут какие-то марафоны Какие-то еще активности для поддержания онлайна на старом сервере Это уже, конечно, вопрос другой Но вопрос в том, что Скажите мне хоть одну фришку Вот из далее вышеперечисленных, которые так делали Окей, ультра Открылась 5 июля 2021 года Закрылась где-то в октябре 2021 года Спустя полгода К камбеку на момент открытия ультры было уже больше там Пол, ну, полгода было точно 7 месяцев было, да, если быть точным 1.4.6 ультра ГГВП Открылась Что они сделали сейчас? Они открывают Олтримастер новый При этом это та же самая абсолютно концепция Та же самая версия Зачем? Мы будем что-то добавлять А люди че? Люди простые Люди на рэд простой Пиплы хавают Как бы люди идут РМТшить, выводить бабки И все кланы, которые Перебегают с сервака на сервак И, соответственно, народ такие О, новый серф Но в итоге Просто давайте мы с вами посмотрим Пройдет немного И он вроде не так уже Не такой уж долго Ну, не так давно открылся Этот серф давайте просто подождем И посмотрим Через сколько он закроется И как вы там Бля, я вот просто удивляюсь Вот 5 июня Я просто помню это Еще тогда был марафон Я стримил 24 часа марафон Мне, блин, заходили Столько моих подписчиков Камбэк умрет Пошли на ультру Пошли, пошли А я говорил Ну, давайте посмотрим Давайте посмотрим Вот все поливали Стримеры тоже Ну, стримеры за аудиторией Ливают им Вообще похуй, где играть Кому, у кого че продвигать Я уже Знаете, я уже там Пообщался с некоторыми стримерами Попересекался Я понял, что, в принципе Большинство стримеров Они вообще не отвечают за свои слова Абсолютно То есть, как и, в принципе Большинство ПВшников В принципе, ну, как бы Воспринимайте на свой счет Не воспринимайте Но реальность такова Что никто не отвечает За свои слова Абсолютно То есть, человек может сначала Говорить одно Потом перебивается во второе Потом перебивается в третье И я это наблюдал И буду наблюдать И это, в принципе Стандартная вся история И мне предъявляют Что якобы я Тут что-то за деньги там Кого-то там продвигаю И так далее И тому подобное Когда я за свои слова отвечаю И всегда то, что я говорил Если я где-то был неправ Я скажу Блин, парни Я был там неправ Вот сейчас вот так вот Например Да, я могу это признать Другие люди Нет И я просто удивляюсь Всегда тому факту Как люди верят Этим стримерам Блогерам Они такие Да, да Ну, то есть Люди хотят это слышать Им это говорят И у них как бы Ну, они не возникают У них там никаких этих Они просто Им говорят то Что они хотят услышать И не важно Что стример говорил до этого Как он там Одно время Так относился Потом по-другому Это все пофиг Люди хавают Точно так же Как люди хавают Серваки Новые открывающиеся Да, типа Вау Новый сервак Камбэк умер Все дела Так же люди хавают Всех этих стримеров В принципе Это Это норма Это норма Возвращаясь Культы Ну, я думаю Я вам уже все сказал Типа Челы Что сделали Закрыли в ноябре Открыли тут недавно All 3 Master Сколько они раз так Переоткрывались Ну, раз 5-6 Раз 5-6, да? Переоткрывались Что делает Камбэк Камбэк Открывает новый сервер 1.4.6 При этом Старый Он как бы То, что ты качался Два года Ну, по факту Будет два года Примерно На открытии Нового 1.4.6 Все твои силы Все твой донат Все твое время Оно не исчезнет В никуда Оно не исчезнет В никуда Твой персонаж Останется И мало того Что через какое-то время Год, полтора Новый сервак 1.4.6 Солют со старым Как это на руофе А на остальном Блядь, вы понимаете Просто Это, ну, единственный По крайней мере Нынешний Сервер, да? Ну, из таких Которых Которых слышно Который так делает Который С уважением Относится к игрокам Вы понимаете? Ну, то есть Вы играли два года Бля, вы покоряли на ультра На той же самой Ну, все Хлоп Все, до свидания До свидания Как вы А здесь Ну, вы не понимаете просто Я вот сколько могу Это на стримах говорить Но мне будут говорить Да ты Да ты там Подсасываешь И так далее Вот вам аргумент Железный Не похуй Видно администрации Не пофиг Вот я вам даже больше скажу Почему я играю на камбэке Потому что С администрацией Здесь всегда можно решить Какие-то вопросы Какие-то возникают вопросы Вспомните Абуз На 1.36 Который все говорили 10 тысяч миражей С ТФУ Там и так далее Я написал В тот момент Подкасту Вегана Говорю Скажите, что за история Что-то у меня постоянно спрашивают Он мне все расписал Я говорю Чувак, сделай видос Сделай видос Расскажи об этом Он сделал видос Рассказал Он рассказал Все Все Вопросы сразу же упали Вы понимаете Недавно Случай С этим же С РМТшниками Я тогда уезжал В тот момент Приехал Мне тут А ты слышал Что с мальпами было А ты слышал Там РМТ Не РМТ Баны Не баны Я такой Не понял Тоже так же Отписал Говорю Расскажите Что за история Там с банами Веган мне так же Отписал Рассказал историю Я говорю Блин, чувак Надо сделать видос Он сразу же Сделали Они сразу же Сделали видос Вы понимаете Люди отвечают За свои слова Понимаете Вы просто Насколько Отношения Той администрации Где закрываются Просто серваки Потом дропается новый Когда понятно Что камбэк Ну как бы жив Как и будет жить Посмотрим на Открытие нового 1.4.6 Куда вы все побежите Да И так далее Вот вам Один из железных Аргументов Возвращаясь К фонлайну К тому же самому Да Можно им Плюс отдать Давайте начну с плюса Удачный Выбор Версии 1.5.1 И 1.4.1 Ну и перекупка блогеров В итоге Потому что я как блогер Я тоже с этим столкнулся Но в итоге Если какие-то Что мне не понравилось там Я буду Ладно Я уж давайте этот видос Не итоги месяца Итоги месяца сделаю В следующем видосе Да Там по онлайну И так далее По 1.3.6 Посмотрю Что мне там не понравилось Если у меня возникали Какие-то вопросы Да Я писал Администрации Меня могли просто Проигнорить Это раз Отношение просто Администрации Например Да К игрокам Я говорю лично Свой опыт Не знаю как там У кого и так далее Далее Изначально была договоренность Когда я играл на Камбеке И типа мы начинали Я начинал играть С фонлайном Была договоренность Что Пацаны 1.3.6 У меня будет в ноябре Я буду играть там Типа железно Сто процентов В итоге что В итоге Администрация Ну как бы Наплевательски К этому всему относилась И она такая Давай Мы тебе там Короче Это Выкупим тебя Давай И вот эти вот Речи Разговоры Причем Эти разговоры Велись с таким счетом Что Очернять максимально Команду Камбека То есть Ты просто читаешь То есть понимаете Вы начали сотрудничать С серваком И тебе такие Рассказывают Да там Косгам Такой-то Потом там Вот команда Камбека Они там То-то Сё-то Пятое Десятое Что? Когда ты изначально Уже договорился Чуваки Я на 1 Камбека 1.36 Иду Окей Окей При этом Вы изначально Договорились А тебя там В течение Двух месяцев Тебе там Раз в две недели Да давай Да пойдем Играть Давай Всё Забей болт Когда ты изначально Уже Вроде как Договорили Обговорили условия Что Я иду на 1.36 Камбек Мне нужно Скорее всего Будет время Для того Чтобы там Больше времени Уделять И вроде бы В начале Было всё Окей Но потом Как бы На твои Какие-то Договоренности Забивают болт Говорят Да давай Короче Пойдем Играть Давай Мы тебя Выкупим И так далее И тому подобное И при этом Далее Это было В конечный раз Раз в четвертый Уже с очернением Лиц Камбек ПВ Ну и третьим Финальным У меня С фонлайном Стала история Когда Типа Они открывали Хардкор Да 1.46 Где Кстати Подождите Где хардкор А Не слышу Хардкор Где Нету хардкора Нету хардкора Пацаны И там была такая История Типа Я должен идти на хардкор Так как я наиграл На фонлайне И я такое Говорю Что Типа Ну я так же буду Не могу пойти на хардкор Потому что я как бы На 1.46 играю Это типа Ну как бы Конкурент Все дела Они говорят Ну окей Мы подумаем Они думали 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 Две недели Думали И такой Давай Ну давай Тогда ладно Тогда играй на фонлайне Две недели Они думали Понимаете Как бы В это время Ничего там Мне Условно Можно сказать Не оплатили И так далее То есть я такой думаю Так Если сейчас люди подумали И две недели Могли просто ничего не отвечать Отношение администрации К стримерам Которые по идее Как бы Двигают их проекты Типа Я такой думаю Так Че ты это какая-то канитель Я говорю Я подумаю Ответил через две недели Нет спасибо В итоге 1.46 хардкор Во-первых Когда он открылся Посмотрите кучу роликов У блогеров Которые играют сейчас И мнение кланов С фонлайна 1.5.1 О том Как открывался 1.46 хардкор Люди Выли Не понимали Почему Три месяца прошло С фонлайна 1.5.1 Зачем вы перегоняете трафик Люди Которые играли Там на том серваке Они все Даже блогеры Которым платили За то Чтобы они Продвигали этот проект Они Говорили Блин Зачем они перегоняют Трафик Куда Ну зачем Почему В итоге Че 1.46 Пожил сколько Сколько пожил 1.46 Ну и открывается 1.4.1 Возможно Не удивлюсь Что через несколько месяцев Откроется дальше сервак Но people have it People по хайфу И так далее Ну из плюсов То что они выкупили блогеров То что у них хоть есть Хоть какая-то надежда Да На что-то На что-то Но не знаю На что надеются игроки Просто вот я И вы мне говорите Что я тут Подсасываю косу Да Когда ты понимаешь Что просто проекты Открываются Раз в три месяца Для того чтобы На старте Хапануть бабла И такое отношение Администрации К стримерам Которые Ты давай Мы тебя выкупим Там Ты рым-пырым Ты такой Ты с ними Изначально договоришься Что нет Типа я буду В любом случае Играть здесь Они тебе все равно Ты первый раз Второй раз Третий раз Потом говорят Да там кос Такой сикой Пятый-десятый Я сижу такой Думаю Что? Это вот Вы так работаете? Это такое отношение У вас к стримерам И соответственно К игрокам Вот Вот Что у меня В принципе Накипело За все это время И вы мне спрашиваете Что куда можно Идти играть Я не знаю Ни одного проекта Сейчас На котором можно Ну реально Как на камбэк Положиться Просто тут Не остается выбора Реально не остается выбора Нету ни одного Нормального конкурента Который Может делать нормально Который может Отвечать за свои слова Который может Пообещать игрокам Что сервер Сервера будут Долго жить И камбэк уже Показал все Да Все могут сказать Там были старые Запуски камбэка Там тырым-пырым Да Кто не ошибался Вопросов нет Ну а Кто теперь-то Правит Балом Ну и самое ключевое Это то что Люди То что кланы Вы там говорите Ой там много кланов И так далее Это до новых серваков Это так же До новых серваков Пока не выйдет Что-то нормальное Люди будут сидеть там Априори Есть Конечно Есть Наверное люди У которых не сложилось В отношении с камбэком Какие-то баны Там РМТ Не РМТ Ну извините Я не знаю ни одного знакомого Кто не нарушал правила Ну ни разу И их забанили Вот именно знакомых За которых С которыми я прям общаюсь И так далее Нету таких людей А люди возмущаются Ой меня забанили Несправедливо Я там другу дал аккаунт Я там кому-то дал аккаунт Еще что-то Пятое-десятое Так что Вот эти вот хейт-спичи Там от людей Которые там Играют на других серваках И мне что-то там будут говорить И после этого я буду их воспринимать Как-то слова всерьез Ну Пока люди это будут продолжать хавать Люди будут Открывать эти новые серваки Рубить бабла Закрывать Потом заново Переоткрывать И так далее Вот единственный проект Который в принципе Держит свое слово За что им отдельный респект Лично я оценю Людей то Что они держат Свои слова Не всегда все Получается Отлично Например там Компед недавно вышел Какие-то проблемы Сейчас с компедом Пытаются их починить И так далее Ну Это уже не без проблем Поэтому Выбирайте сами Где вы хотите играть В итоге Я вам высказал Просто свое мнение Да Вообще видос Не хотел записать Не об этом А получилось об этом Если есть какие-то вопросы Пишите в комментариях Если вы нормальный человек Если хотите реально Разобраться Ситуация Там Не оскорбление Там Или еще что-то Потому что ПВ комьюнити Я уже в принципе С ним знаком Я уже в принципе Понимаю что может быть Да Или скажете там О тебе сплатили за это На самом деле Я даже думаю Что администраторы Будут против Упоминаний Других серверов На моем стриме На моем видосе Но как бы Я решил просто выговориться Потому что Ну у меня уже накипело People have it Из-за этого Все это живет Все это работает Это все открывается Люди Бахают Бабки Репутация Ничего не значит Репутация 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 Репутация